Второй том книги «Открытым оком», вопрос номер 744. «Если исполняешь отдельные пункты устава общины не в угоду Божию, а для человека, не видя никакого смысла в этом, то это грех?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если вы член общины, то еще до принятия в нее вы дали письменное обещание добровольно и охотно соблюдать все пункты без обсуждения. Скажите конкретно, какой из 16 пунктов вам кажется противоречащим Писанию? Такого вы не найдете никогда. Наш устав принят на общем собрании. Больше половины правил имеют множество ссылок на Библию или каноны, а остальные касаются внешней формы одеяния, какая всегда была у русских людей – благочестивые старинные обычаи. Человек должен это делать по вере, что это необходимо, как это было с сынами Рихава, которые скрупулезно выполняли завещание своего праотца и были все спасены за это во время нашествия неприятеля. Книга пророка Иеремии, 35 глава, 18 стих. О дому Рихавитов сказал Иеремия. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «За то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава сына Рихава муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Вы исполняете пока без любви к уставу, но потом, когда вам случится быть в храмах, где полный яролаж, как в Покровском или в Никольском соборах, вы сами себя осудите за то, что не любили наш добрый нежный устав.